Первый в республике участвовал психоневрологическом доме-интернате для состарелых и инвалидов урочисто отшинил двер и дом самостоинного проживания. И он призначен для тех, кто ранее находился в специализованных домах-интернатах, а зараз одновил и заховал деездольность после 18-ти годов. С подарунками на открытие завитал не только министр социальной обороны Беларуси, а и представники областного управления. На открытие учали не только слова подяги и пожадания. От министерства и областного керавництва подарунок телевизор и холодильник. Усё, как життя в новом доме, было ясше больше сручным и комфортным. Теперь гэтый обновленный двухповерховый будинок станет для 18-ти жахару дома-интерната светлым кроком у самостоинной життё. За прошлые 5 лет 65 человек мы выпустили во взрослую жизнь. Они создали семьи, у них есть дети, они работают. Они полноценные граждане нашей страны. Такую задачу мы поставили. Максимально используя все возможные механизмы социальной реабилитации. Адаптация действительно помочь людям вернуться в общество. Александру так само пощастило трапить у гэтый дом. И он щиро дякует за такую махчимость. Спасибо вам большое. Также я хотел бы поблагодарить всё руководство. Два десятки жилых покоя у комфортной и обсталеванной опасу частных потребованиях. От идей до реализации проекта у всего три года. Навод не глядяши на складанную эпидемиологичную ситуацию. И как означало керауництво дома-интерната, особливую роль тут отыграла допомога ирландской доброшиной организации. Только на ремонт и обсталевание пошло 230 тысяч рублей. Им нужно помочь в этом. Оттуда возник образовательный процесс, который мы установили совместно с директором дома-интерната Весновского. Но, естественно, нужно было продолжение. Поэтому Светлана Петровна нам предложила как вариант такого продолжения открыть на базе Чавовского дома-интерната. Идею поддержала наш исполнительный директор Эдди Роуч. Естественно, она нашла возможность, нашла финансирование. Благодаря тысячам ирландских волонтёров, которые приняли участие в этом, откликнулись. Подобный опыт працы есть и в инших регионах Беларуси, а на практице дом самостоянного проживания в Чаусах стал первым в республице. В наступном году плануются официальные изменения в закон про социальную оборону. И это на протоке будут обовязково там адлистрованы. И, как зазначила министр соцобороны, это то, что сегодня дыктует сучасность. У нас связывает почти 15-летняя совместная работа. И в ходе нашего сотрудничества у нас рождаются не только какие-то вот… То есть мы получаем не только материальную поддержку, но и вместе разрабатываем и внедряем новые формы социального обслуживания, которые улучшают качество жизни людей нашей области. Протягом подеи стала рабочая онлайн-сустреча по межирландской доброчинной организации проекта «Помоги детям» Шарнобыля с процедурниками комитета по праце, занятости и социальной обороне. Головной темой размовы стало дальнейшее супрацовнество с домами-интернатами у Чаусах и Весного. Сергей Пеклин, Алена Милищанкова, Александр Тарасов, Миколай Соболев. Новины региона.